Мы пошли вместе. Рядом с моими 110 фунтами она выглядела как большой валун. Ее тело было плотным и сильным. Глядя на нее, можно было сказать, что она склонна к полноте. Но она не была тучной. — Можно задать вам нескромный вопрос, миссис Грау? — спросила я для того, чтобы прервать неловкое молчание. Она остановилась и повернулась ко мне лицом. — Я тебе не чья-нибудь миссис, — резко произнесла она. — Я Клара Грау. Можешь называть меня Кларой и обращаться ко мне на «ты». И еще можешь без предупреждения спрашивать меня, о чем пожелаешь. — Вижу, ты не очень лестного мнения о любви и браке, — заметила я, обратив внимание на ее тон. Какое-то время она смотрела на меня испепеляющим взглядом, но через миг смягчилась. — Я не лестного мнения о рабстве, — ответила она. — Однако я имею в виду не только женщин. — Так что ты там собиралась спросить? Ее поведение было таким неожиданным для меня, что я забыла, что у меня было на уме, когда я обращалась к ней после паузы. — Я смущенно уставилась на нее. — Почему ты решила отъехать так далеко от шоссе? — поспешно спросила я. — Я свернулась сюда, потому что это место, место силы, — ответила она, указывая на большие нагромождения лавы вдали. — Когда-то эти горы выступали на поверхности земли так, как выступает на теле кровь. Проезжая через Аризону, я всегда делаю крюк, чтобы заехать сюда. Это место излучает особую земную энергию. — А теперь разреши мне спросить тебя то же самое. — Почему ты избрала для рисования именно это место? — Я часто бываю здесь. Это одно из моих любимых мест. Я не думала, что мои слова покажутся ей смешными, но она залилась смехом. — Этим все сказано, — воскликнула она, а затем продолжила более спокойным голосом. — Я собираюсь попросить тебя сделать то, что тебе может показаться странным и даже глупым. Но сначала выслушай меня. Я хочу пригласить тебя в свой дом погостить на несколько дней. Я была уже подняла руку, чтобы поблагодарить ее и отказаться, но она попросила меня не торопиться. Она уверила меня, что наш общий интерес к востоку и боевым искусствам могут послужить основанием для серьезного обмена мнениями. — Где именно ты живешь? — спросила я. — Недалеко от городка Новохо. — Ну, а это более чем в четырехсот стах милях отсюда? — Да, это довольно далеко. Но там такие тихие и красивые места, что я не сомневаюсь, что ты будешь довольна. Она помолчала некоторое время, как бы ожидая моего ответа. — А кроме того, мне кажется, что в настоящее время ты как раз ничем не занята. — Да. — Продолжила она. — И ты сама не знаешь, что будешь делать дальше. — Знаешь, может быть, я предлагаю тебе именно то, что ты давно уже ищешь? Она была права. Права в том отношении, что я действительно понятия не имела, что мне делать дальше. Недавно я бросила работу секретарши, собираясь заняться рисованием. Однако у меня не было ни малейшего желания ехать к кому-либо в гости. Я глянулась вокруг в поисках чего-нибудь, чего-то, что могло бы мне подсказать, как правильно поступить. Я никогда не могла объяснить, откуда у меня появилось представление о том, что человек может черпать помощи, советы из своего окружения. Но мне почти всегда удавалось получить подсказку таким образом. У меня был метод, который, казалось, родился вместе со мной, и с помощью которого я могла узнавать ответы на все интересующие меня вопросы. Для этого я обычно давала своим мыслям уплыть, сосредотачивая взгляд на линии горизонта на юге. Хотя я не имела ни малейшего понятия, почему именно я выбрала юг. После нескольких минут молчания ко мне, как правило, приходили прозрения, помогающие понять, чем заниматься или как действовать в данной ситуации. Шагая по тропинке вместе с Кларой, я остановила взгляд на горизонте в южном направлении и неожиданно увидела, что вся моя жизнь простирается передо мной. Вся жизнь, как эта бесконечная, бесплодная пустыня. Я искренне могла сказать, что никогда раньше не замечала, насколько одиноко и заброшена эта земля. Хотя я и до этого не раз бывала в Сонорской пустыне, которая занимает весь юг штата Аризона, часть Калифорнии и половину мексиканского штата Сонора. Потребовалось всего лишь мгновение для того, чтобы вид бесплодной и безлюдной пустыни воплотился в конкретные мысли. Я порвалась со своей семьей, но не завела еще своей собственной. У меня даже не было никаких планов на будущее. Я нигде не работала. Я жила на скудные сбережения, доставшиеся мне по наследству от тети, в честь которой я получила свое имя, но они уже подходили к концу. В этом мире я была абсолютно одинока. Необъятное пространство, простирающееся во всех направлениях, было жестоко и безразлично. Его вид вызывал во мне прилив жалости к себе. Я почувствовала, что мне нужен друг, который сможет положить конец моему одиночеству. Я знала, что с моей стороны очень глупо принимать приглашение Клары и оказаться в ситуации, которую я едва ли смогу контролировать, но в прямоте ее характера и энергичности было что-то такое, что вызывало во мне любопытство и заставляло ее уважать. Я заметила, что восхищаюсь ее красотой и силой, а может быть даже завидую ей. Я подумала, что это, может быть, была самая удивительная и яркая женщина из всех, которых я знала. Независимая, уверенная в своих силах, спокойная и в то же время незакомплексованная и не без чувства юмора. Она была наделена как раз теми качествами, которыми мне самой больше всего хотелось бы обладать. Но, помимо всего прочего, ее присутствие, казалось, может положить конец бесцельности моей жизни. Пространство вокруг нее становилось насыщенным энергией, полным надежд и новых возможностей.